Обсудить болевые точки сельского хозяйства и перспективы развития на 2014 год решили представители департамента и члены общественной палаты. Мясное скотоводство не самое популярное в регионе отрасль. В год местные производители сдают всего 11 тысяч килограммов мяса. Но сельскохозяйственники считают, что нет ничего невозможного. Развить мясное производство в области можно. Если копаться далеко, на 70-80 лет назад, то у нас на территории были и козы, были и овцы. Это тоже мясное направление. Я думаю, что если вспомнить Ярославку, Костромичку, то это мясомолочное направление. Приезжавший в июне прошлого года в Иваново министр сельского хозяйства Николай Федоров ругал предпринимателей и чиновников за слабую активность. И низкие показатели. Сейчас поголовье мясного и поместного скота в регионе составляет 6300 голов. Через три года ставит сложную, почти невыполнимую задачу Дмитрий Дмитриев. Стадо должно достигнуть 25 тысяч голов. В 2012 году мы направили на поддержку мясного скотоводства 17 миллионов рублей. Причем эта поддержка в основном складывалась за счет средств федерального бюджета. Софинансировали областным. То же самое было продолжено в 2013 году. В федеральную программу включены 14 крестьянско-фермерских хозяйств региона. Самое крупное – Ильинское. Стадо там – 1800 голов. Важная проблема – кормовой стол. Шесть месяцев в году животных выгуливают на пастбищах. Оставшееся время они питаются кормами. Пока не удается сделать так, чтобы животные набирали необходимый вес. Здесь есть очень много тех проблем, которые, начиная от кадров и кончая реализацией конечного продукта, имеют очень важные значения. Поэтому, вот Дмитрий Олегович сказал, на сегодняшний день у нас где-то шесть пород завезено разными производителями. Но из них только фактически являются три узкоспециализированные мясными породами. Ставку в регионе делают нововведения мясных пород скота. Первые успехи уже есть. Помясный скот и мясной скот, он более высокопроизводителен. И при весе его два-два с половиной раза выше, значит, от традиционных пород молочного направления. Тем более, содержание одной головы по данной технологии в два раза ниже общепринятый, расход электроэнергии в три раза. Также важным и пока безответным остается вопрос о прибыльности производства мяса в регионе. Выращивать скот, покупать корма, строить загоны – дорого. Цена на товар будет соответствующей. Возможно, потребитель предпочтет более дешевое мясо импортного производства.